Всем привет. В этой серии попробую провести наступательную операцию против Италии силами марокканских дивизий. У них шаблон, конечно, не очень хороший. Штабная рота, кавалерийская разведка, пять батальонов милиции, один батальон пехоты. Короче, это просто ополчение, можно сказать. Просто остальные дивизии самые лучшие, естественно, на фронте с Германией и с Италией. Поэтому будем воевать чем сможем, что имеется в наличии. В общем, попробуем вторгнуться, отжать Сардинию и заодно вернуть Корсику. Вообще, тут, конечно, будет проблема серьезная, скорее всего. Вот эти два региона, вот эти, Теренское море и район Мальты, здесь очень сильно итальянцы агрятся. 96 кораблей. Здесь будет сложнее завоевать происходство по морю. А, да, еще есть один вопрос, очень актуальный. Постоянно просят меня союзники вступить в войну с Японией, с японской фракцией, с японским альянсом. И я так давно здесь не смотрел, смотрю, у нашего вассала до Китая. 96 дивизий. В принципе, он здесь может очень хорошо ударить в спину Таиланда, у которого тоже дивизии такие не очень хорошего шаблона. Тут у всех дивизии, эти милиция, ополчение. У Сиама немножко больше, они по размеру дивизии, но это не решает. Просто здесь из Бирмы прорываются уже наши союзные, британская Бирма. Здесь, а здесь в Малайзии держатся англичане. В принципе, можно рискнуть. Тем более, здесь китайцам они могут помочь, если что. Единственное, что если они проиграют, если он до Китая лоханется, то мы потеряем очень много полезных ресурсов, особенно резины. Но я не знаю, если с 96 дивизиями проиграть, как бы, это, наверное, сложно. Ладно, наверное, все-таки вступим в войну. Ладно, что это? Ладно, что это? все в атаку что-то они не атакуют ну ладно в общем так на сардинию можно попробовать высадиться севернее порта кальяре здесь рискнуть чтобы вот через это море здесь было проще здесь тоже вражеская авиация есть и и и и и и и и улучшить отношения с китайским фракциями чтобы они тут держались чё-то нужно на нет как не нападение странно чё они не атакуют с ними воюют чего и с и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы себя такой роскоши не можем порадовать Тут еще пехотная дивизия стоит Да, пехотную дивизию, конечно, не пробьют эти ополченцы Марокканские Хотя у них есть одна крутая дивизия, вот эта Горнострелковые ветераны Элитные солдаты В принципе, можно попробовать рискованный план Дропнуться вот в эти две провки Из этого региона морского Потому что в этом вообще нереально будет Занять превосходство Здесь очень много итальянцев Отсюда И попробовать по-быстрому занять порт Волбья Какая Продолжение следует... 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 Ладно, пока подождем с этим вопросом. Дальше развитие Индокитая. Это пока что не важно. Индокитай и так у нас нормально развился. У 96 дивизий. Месторождение Вольфрама в Северном Вьетнаме не надо. Поделиться технологиями с нашими вассалами. И дальше можно будет изучить фокус на нефть Сахары. Добавится 4 капельки нефти в Алжире. И 2 завода по переработке нефти. Вот это, кстати, пригодилось бы нам. Так, приобрести тяжелую воду. Ну, это для ядерных реакций. И потом исследования ядерные добавляют нам еще ячейку исследований. Ну, вообще, вот это вот все интересно. Но у нас неохота мне терять организацию. И рост стабильности. Ну, ладно. Возьмем, короче, сначала, наверное, вот это вот. Потому что у нас нехватка горючего большая. Потом вот этот слот добавим. Поделимся с нашими союзниками нашими достижениями техническими. Еще две полуматоризованные дивизии прибыли. Кто у нас там командует полуматоризованными? А, это которая в Боливии. Армян. Здесь пока что Деголь командует. Просто здесь переправлять их в Африку рискованно. Здесь сто кораблей вражеских примерно. Здесь заруба началась. Англичан с итальянцами. Парай. Так, а что у нас по шаблонам-то? Дог Ganка. Парай. Продолжение следует... Основные пехотные дивизии здесь все нормально. Ширина фронта 25. Горнострелковые тоже все нормально. Механизированные. Механизированные можно усилить. Что у нас там есть? Так, легкие зенитки хватает, тяжелые зенитки еще не хватает для текущих развернутых дивизий. Можно попробовать здесь механизированных. Так, что здесь можно добавить? Энитаризованная пехота. А, у нас этих не хватает. Транспорта. Грузовиков, короче. Постоянный дефицит. Не, ладно, здесь пока не будет. Колониальная дивизия, двадцатка. Так, полумоторизованная дивизия легкой кавалерии. Вот сюда можно закинуть... ПВО. Легкие зенитки. Вот эти. Так, на скорость они не влияют. Вот так вот. Сразу. Дивизия американская плывет, сразу набросились. Итальянские подводные лодки, походу, сейчас потопят эту дивизию. Здесь жестко, здесь лучше не лезть. Есть тишина. Зачем я объявил войну? Зачем я объявил войну? Зачем я объявил войну? Зачем я объявил войну? Американская дивизия, по-моему, в полном составе тонула. Американская дивизия, по-моему, в полном составе, по-моему, в полном составе, по-моему, в полном составе. А, их прикрепили вот к этому оборонительному рубежу. Комп прикрепил их. Американская дивизия, по-моему, в полном составе. Поехали. Взв roles. Внедряем радио, продолжаем играть радио в наши боевые соединения. Внедряем радио, продолжаем играть радио в наши боевые соединения. Конвейер изучили. Где? Дальше разгоняем промышленность. Что-то еще можно такое на производительность изучить. А, тут стабильность падает. Нет, спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А, вот эти будем добивать вот эти теории. Новое увеличение скорости строительства укрепления. И потом еще скорость тренировки дивизии минус 4%. Чего-то плохо справляются со своей задачей морские бои. Что-то бомберы. Вот такой R. 299. Ладно, сейчас их немножко апнем. Движон, конечно. А, это очень дорого. Да, но скорость у них маленькая, конечно. Надо хотя бы 400, чтобы было сколько вот этих, допустим, 600 уже. У истребителей его стратегических 436. Да, им сейчас надо движок прокачивать. Потихоньку, постепенно. А, если бы немцы вот так вот пушили постоянно, я бы уже в Франции позже не было. А, кстати, полицейский участок тоже полезная фишка для подавления недовольства. Особенно вот в этой, в Ливии, которую мы заняли. Так что можно ображать на повышение стабильности военная пропаганда. Против Венгрии. Сначала стабильность надо поднять. На стабильность у нас. Улучшение условий для работяг. Так. 120 дней. Недельная стабильность плюс 1. Сразу растет. И расширим еще наши плантации каучука на Мадагаскаре. 180 дней будет строиться, используя опять фабрик. На всякий случай, а то это, мало ли, Инда-Китай там... О! Начали атаковать. Почему здесь американцев нет? Только Индия. Ну, авиацию в смысле. Так. Ну, здесь что-то сям. Не хочет сдаваться. Хотя он окружен со всех сторон. О! Окружен, но не сломлен. Ну, тут еще японские дивизии есть. Ну, вот двигло у них плохое. Их сбивают морские бомберы. Я даю вам. Так, еще 2 гарнизонные дивизии. 9000 человек, каждая. Тут шаблон, такой. Тяжелая артиллерия. батареи береговой артиллерии то там пушка гигантская саперная рота и штабная рота поставим их естественно линию мажино гады-боро зоро паре зоро боже ву боже ву Закончилась гражданская война в Мексике. Естественно, победой Мексики, которая в союзниках. А вот они еще, мексиканцы. Мексиканские социалисты, которые примкнули к японской фракции. О, все-таки могут эти морские бомберы, даже оттопят подводные лодки. Изучился пулемет самый наш, топовый. Теперь можно миномет. А, нет, лучше, наверное, БТР-ы. Минометы пока еще на складе есть. 6000 минометов, так что... Пулеметов 1400. В принципе, еще хватает. Мы все равно производить не будем сейчас, поэтому возьмем сейчас БТР-ы. Потом переведем всю пехоту нашу на механизированную. Продолжение следует... 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 все разогрелись наши морские бомберы щас будут топить все что движется опыт довольно быстро фармится авиационный из-за того что постоянно в боях еще движок изучились новые кавалерийские танки сама сама ариал 42 у нас конечно тысячи танков не хватает и 115 тяжелых танков не хватает заводов как обычно не хватает все сейчас тут выпилят всех дальше следовать дальше у нас точно сорок пятом году будет танк р.л. 44 это будет еще не скоро поэтому можно пока что еще тут еще можно такого хорошего найти английский американские танки это не наш путь так может быть еще командирские танки для прорыва пока что только обороняемся она возьмем эти новые новые командирские машины ну штабные гонщики с м201 легковые автомобили а хотя вот зеленый двигатель 4 уровня 530 дней больше ничего не остается а можно танкетки еще обновить для улучшения разведки прикольно наши истребители диво 1d 520 по всем параметрам превосходят немецкие мессершмитт бф 109 у нас сейчас развернута одна из которых стратегических бомберов 108 морских бомберов 400 истребителей 200 штурмовиков а где еще русские бомбера здесь 79 где еще морские бомберы а это вот эти имеются ввиду палубные которые которые на авианосцах перехватчики у нас перехватчики у нас вот здесь здесь аэродром переполнен а его уже больше нельзя построить кстати может что нибудь еще построить здесь здесь я бы базу расширить можно для союзников наших еще пару военных заводов хотя мы тут вот тут в провансе в марселе мы потеряли много тут верфи были в тулоне ну и военный завод тоже были военный завод наверное построен где у нас тут самая высокая инфраструктура бомбера ну это же это госпитал можно обоих упреки наверное на но где это Наверное, надо высаживаться вот из этого, из Безерты, порта, потому что здесь два региона морских надо контролировать, а здесь один. Попробуем так, наверное. Безерта. 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 Блин, этого еще не хватало. Берманская империя. А, гражданская война началась. Гражданская война началась в Бирме. Да нет, ничего они тут не сделают. Все, рип сиам, рип Берманская империя. Попробуем. Попробуем. Так, следующий фокус у нас разработка нефти в Захаре. Так, следующий фокус у нас разработка. Сейчас по идее надо посылать уже наш флот в этот регион. Так, гарнизон на дивизии надо довести до двадцатки. По ширине. Тут у них все по два. По два километра каждый батальон гарнизона. Ладно. Ладно. Изучим ветку синтетического... Синтетической нефти. Чтобы можно было строить заводы по производству нефтеперерабатывающие. Нефтеперерабатывающие. Так. Продолжение следует... Нам не хватает эсминцев очень сильно. Продолжение следует... 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 Да, похоже, высадка отменяется. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, а где у нас палубные истребители и палубные бомбардировщики? Что-то я не понял, тут оба торпедные палубные бомберы. Ну вот палубный истребитель явно устаревший. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Хотя они их модернизировали очень активно. Вот эти хорошие морские бомберы, летающие лодки, типа тяжелые морские бомберы. Так, ладно, у США. Что тут у США есть интересного? Ага. У США есть хорошие фатим-истребители. Палубные Grumman F4 Wildcat. И палубные торпедные бомбардировщики. Дуглас Девастатор. Палубный морской бомбер. Хеллдрайвер. Нагоцелевые истребители. Аэра Кобра. Аэра Кобра. Аэра Кобра. Аэра Кобра. Аэра Кобра. Хеллдрайвер. Аэр Кобра. Этот птиц. Ладно, возьмём. 7 заводов будет нам стоить так и надо тогда еще торпедный бомбер тоже взять по лицензии палубный и и и и и вот этот вот Avenger Grumman Avenger или Devastator защита 30 атака 13 так скорость 436 этот круч да по всем параметрам 15 военных заводов производства эти не справляются своими задачами морские бомберы вот такой 100% стратегических бомберов перехватывают немцы на своих истребителях и 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